Новое видео выходит каждый день в 20.00 Когда у Владислава Павлова удалили канал, он был в ужаснейшей агонии, в ужаснейшей депрессии и всяческими усилиями пытался восстановить то количество подписчиков на новом канале, которое было у него до бана на старом канале. И сегодня мы как раз таки поговорим про один из способов восстановления подписчиков на канале Владислава Павлова. Итак, давайте расскажу поподробнее. Когда Владислав Павлов создал свой канал, то он... А, новый канал. И он поставил себе, знаете, такую цель. Если до нового года мы наберем 100 тысяч подписчиков на канале, то я в первый раз в жизни сделаю себе татуировку с тематикой GTA Samp и заясниму весь этот процесс на камеру. Короче, сделаю нереально эпичный влог. В общем, погнали. До достижения цели остается 26 дней и 19 тысяч подписчиков. Сказано, сделано. 100 тысяч подписчиков до нового года уже присутствовали на канале Владислава Павлова через некоторое непродолжительное время. И вот Владислав Павлов начал готовиться к уже деланию самой непосредственно татуировки, подготовки и так далее. Даже уже эскиз выбрал, который будет у него там на его руке. Он выбрал женщину такую с тематикой GTA там, я не знаю, какой-то вот с черепом на руку. Вот. Я правда, блять, не знаю, зачем он такую татуировку выбрал, потому что она выглядит абсолютно ужасно. Возможно, что она какая-то там цветная и так далее. Но ладно, ладно, мы сейчас говорим не об этом. И вот прошло уже, наверное, более, я не знаю, там, ну, месяцев четырех, возможно, пяти. А Владислав Павлов таки не сделал татуировку и не выпустил влог. И вы знаете, когда его в этом пытаются всячески уличить, ну, как во множестве его зашкваров, как в постановах, там, в сливах аккаунтов и так далее, то есть у него достаточно много зашкваров. Но когда его пытаются уличить в этом, то он моментально отвечает на все претензии и говорит, мол, ребят, слушайте, так мне же 70 тысяч надо на как бы делание самой татуировки и на камеру для влогов. И вы знаете, он запустил новый донейт гол, а на старый забил. На старом донейт голе у него там уже, по-моему, под конец собралось около 30 тысяч рублей, а на новом донейт голе я уж не видел, сколько там собралось, там тоже уже сумма немалая. В общем, эти 70 тысяч, как мне кажется, они бы уже были, да и тем более. Вот я так задумался, какая вообще татуировка может стоить, ну, 70 тысяч? Или ладно, там же еще и камера для влогов вместе с этой самой татуировкой. И вы знаете, у Владислава Павлова и до этого выходили влоги, причем даже на новом канале. Я посмотрел, и сняты они были неплохо. Владислав, в чем проблема снять, блять, влог на ту камеру для влогов, на которую ты до этого снимал, блять, все свои влоги? В чем проблема, я абсолютно не понимаю. Неужели тебе проще, вот, куда проще, там, я не знаю, вводить людей в заблуждение, обманывать, наебывать их по несколько раз на дню, чем просто сдержать одно простое обещание? Сделать, блять, татуировку? Или что ли, мама, блять, тебе не позволила? Я просто не понимаю. Владислав, ты серьезно? То есть, блять, я понимаю, что вот просто делать татуировку, не делать, это выбор каждого. Это ж, блять, не людей он там на деньги наебал. Хотя, вы знаете, в Блэклисте ютуберов есть не такое, где он там людей на деньги наебал. Он, по-моему, после общественного какого-то резонанса деньги возвращал, но это уже не важно. И вы знаете, вот просто смотря на все это, я смотрю, думаю, блять, ну ты серьезно? То есть, Владислав Павлов это такой человек, которому уже абсолютно ни в чем, блять, нельзя верить. Даже когда, казалось бы, он сам себе поставил такой вызов, и казалось бы, что он сам его обязан как бы сделать, потому что он сам себе его поставил, но он его не делал. Владислав, я не знаю, может быть, ты забыл о том, что тебе нужно сделать эту самую татуировку, если у тебя соберется 100 тысяч на канале. У тебя уже более 160 тысяч, а 100 тысяч на канале у тебя собралось еще до Нового года. Поэтому татуировку ты сделать обязан, потому что ты сам пообещал. Отговорки типа, мэ-мэ-мэ, у меня нет денег, мэ-мэ-мэ и так далее, но они не прокатывают абсолютно. Если знать, что тебе платит Эвольф, если знать, что ты живешь с мамой и никаких расходов, кроме как на еду у тебя быть не может, как бы непонятно, куда ты вообще, блять, тратишь деньги. Ладно, то есть, я не хочу следить за твоими деньгами, там, что ты вообще с ними делаешь и как, я просто хочу, чтобы ты сделал татуировку, которую ты пообещал сделать. Это не так уж и сложно, приходишь, платишь деньги, тебе делают татуировку. Я больше склоняюсь к тому, что тебе просто мама не разрешила ее сделать. И именно поэтому, именно поэтому ты ее не делаешь. Потому что другого тут, как бы, выхода, решения и так далее нету. Вот, то есть, просто потому что тебе не разрешила мама, ты ее сейчас не делаешь, и получается наебываешь опять-таки своих зрителей. Ранее ты их наебывал, когда делал постанову и так далее, но сейчас ты их наебываешь, блять, с татуировкой. Причем, это не кто-то тебе такой вызов сделал. Ну, ты, блять, сам себе. Ты просто сам себе поставил вызов. Либо ты просто хотел по-по-быстренькому, по-быстренькому настакать, вот эти вот сто тысяч подписчиков вернуть, потому что, как бы, кнопка там, галочка, да и платищи что-то стали меньше, когда у тебя подписчиков-то стало в разы меньше, да. То есть, побыстрее, вот, бабки хотел заработать, бабки. А тут, оказывается, нужно, блять, 70 тысяч какие-то, блять, на татуировку, блять, и на камеру для влогов. Серьезно, блять. Какую ты там камеру, блять, за 70 тысяч? Ты, блять, нормальную камеру за 70 тысяч не купишь, если даже учесть, что у тебя еще татуировка, блять, будет. Я же более чем уверен, ты ни разу не показывал то, какую, блять, камеру ты хочешь купить, и во сколько она, блять, встанет. Плюс-минус, ну вот так вот, если подумать. Ну, серьезно, блять. То есть, до этого, да, на полном серьезе вы можете зайти, да, я даже сейчас вот вам, наверное, кадры с влога Владислава Павлова показываю, где у него, блять, просто, ну, вроде как, качество-то более-менее неплохое, как-то изображение на кубике не разваливается, все более-менее как-то четко идет. Но, сука, сделать, блять, татуировку и заснять вот на эту вот камеру он не может. А почему он не может, он не объясняет. Ну, наверное, знаете, отговорки будут стандартные, что-то типа «Я хочу, чтобы это было качественно, татуировка это на всю жизнь, мне мало не...» Ой, не важно, не важно. Я просто, я серьезно, блять, не понимаю. Ну, уж, блять, если ты дал слово, так держи его, в чем проблема? Просто бы сказал, чуваки, блять, если на канале соберется до нового года 100 тысяч подписчиков, я просто там солью админку, там, я не знаю, на своем сервере Evolve RolyPlay. Почему бы и нет, да, ну, то есть, типа того. Или там еще какую-нибудь хуйню, да. Ну, то есть, я абсолютно, блять, не понимаю. Владислав, я не знаю, возможно, Владислав Павлов просто забыл, что ему нужно сделать татуировку и просто сейчас собирать деньги тупо ни на что. Я считаю, вот я лично считаю, что я даже свои маленькие, маленьким количеством подписчиков должен Владиславу Павлову напомнить. Если вы до сих пор еще не забанен на канале Владислава Павлова, то я вам советую, как-то, знаете, исправить немного это положение. Пожалуйста, вот под последние ролики, там, или еще где-нибудь ВКонтакте, там, ему, они все очень сильно не любят хэштеги и очень бурно на них реагируют. Поэтому давайте распространим хэштег, там, типа, так, Влад Павлов гони тату. Только экспериментируйте, пожалуйста. То есть, там, Влад Павлов тату, там, делай тату и так далее, там, подо... Либо, блять, пусть, я не знаю, выпустят ролик, в котором просто извиниться за то, что наебал людей и не собирается делать эту ебаную татуировку. В чем проблема, блять? Люди уже просто все забыли. Люди все забыли, а я так посмотрел, блять, что-то там за какую-то татуировку предъявляют. Я вообще об этом забыл, если честно, я, блять, я, который должен, вот, знаете, следить, вот, чисто за всем этим, что там вообще как происходит. Я помню, что он должен был сделать эту татуировку. Я, если честно, думал, что он, блять, давно ее сделал. Как только у него 100 тысяч подписчиков стукнуло, так он ее, блять, и сделал. Я еще смотрю, он, блять, какие-то там эскизы выбирал и так далее. И я просто не понимаю, серьезно, блять, серьезно. И, блять, до сих пор он не сделал. Я когда это, я когда это понял, я когда это услышал, я когда, блять, на все это посмотрел, подумал, пиздец, блять. Нет, бля, Владислав Павлов, не, ну ты че, серьезно в данном случае или что? Я просто, я вот так вот сидел, думал, пиздец, не. Влад Павлов, это, это, просто это реально какой-то пиздец. Поэтому, ребят, экспериментируйте в хэштегах или просто можете ему написать, типа, Влад Павлов гони тату, тату и так далее. То есть, понимаете, нужно максимально распространить вот данные хэштеги для того, чтобы Владислав Павлов либо нас всех перебанил, либо он все-таки на все это, блять, ответил каким-то образом. Потому что мне абсолютно непонятно. Так мне бы было абсолютно похуй, пообещал бы это сделать кто-то там абсолютно другой. Но это, это, блять, Владислав Павлов. Человек, который без малого уже наебывает вас несколько, блять, лет. Ну, возможно, не вас, а людей, которые там случайно зашли на ролик, так сказать, ньюфаги. То есть, несколько лет он уже наебывает вас, блять, своим контентом. Выставляя там, знаете, какие-то вот эти вот на канале, которые у него удалили, там какие-то, блять, смешные истории из жизни почти правдивые были. Или там, знаете, блять, сливы лидерок-админок, в которых он нисколько, блять, не кривит душой, ему действительно смешно писать слово сперма и так далее. Ну, ладно, давайте вот ради приличия скажем, про сперму шутить он вроде как перестал. Вроде как он перестал. Вроде как он, знаете, из такого, из обезьяны уже начал в прямоходящего эволюционировать более-менее. Но до этого все равно еще очень долго, поэтому распространяем максимальный хэштег. Там, Влад Павлов гони тату, Влад тату, Павлов тату, там, я не знаю, делай тату. Вот, и все наподобие того. То есть, мне было бы абсолютно похуй. Но это, это, блять, Владислав Павлов, я считаю, что от него нужно получить хотя бы баны, блять, всех ваших аккаунтов на ютубе. Хотя бы это, это уже будет означать то, что ему есть что скрывать по данному поводу. И значит, что, ну, как-то у него там, знаете, не все так прозрачно, на первый взгляд, как хотелось бы. Не все так хорошо спустя два месяца, как хотелось бы, да? В общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не забывайте, что вы должны написать. Ну, не должны, а просто было бы неплохо, если бы вы написали под видеоролики Владислава Павлова вот эти вот, знаете, хэштеги. Всем спасибо, всем пока.